Сейчас время. Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров тренерских по разным темам. Прошлые вебинары в основном были по темам первого левела, курсов, повышения квалификации тренеров, а сегодняшний курс и все остальные уже будут темы из второго левела, более углубленные, более интересные, более сложные. Винсент, все, можем начинать, да? Да, 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 конечно. Все, спасибо тебе за начало. И сегодняшняя наша тема – это планирование, планы тренировок, то есть с чего начинается, в принципе, работа тренера. И, как всегда, мы начнем с цитаты Брайана Трейси, что каждая минута, которую вы тратите на планирование, экономит 10 минут на исполнение. И это дает вам тысячепроцентный возврат рентабельности. На самом деле нельзя с этим не согласиться, потому что правильная подготовка к работе всегда приносит плоды в дальнейшем. И хотелось бы поговорить о планировании, потому что без него для успешной работы и достижения результата в любом спорте необходимо составление программы или плана. Поэтому в спорте составление плана является неотъемлемым элементом работы тренера. И успех работы в секции спортивной борьбы во многом зависит от умелого планирования. И немаловажное значение имеют календарные планы, планы проведения отдельных мероприятий. И в чем же заключается их преимущество, преимущество тренировочного плана – это заранее составленный план, направленный на реализацию конкретной цели. А значит, выполняются те упражнения, которые максимально приближают вас к достижению поставленной цели. И тренировки по составленному плану, конечно же, увеличивают эффективность таких упражнений. На основании рабочего плана составляют конспект урока, в котором детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятий, дозировку упражнений и организационно-методические приемы. Продуманно составленный конспект помогает тренеру организованно и эффективно решать задачи тренировки, творчески подходить к решению методических вопросов, проводить занятия содержательно и интересно. Проведенный урок по содержанию является исходным для последующего. После каждого занятия подводятся итоги и записываются основные выводы. Впоследствии этот богатый методический материал может быть использован для повышения квалификации тренера. Также тренировочный план оптимизирует нагрузку мышц, оказывает мотивирующее и мобилизующее воздействие. У многих проходит осознание факта, что невыполнение тренировки приведет к тому, что он не достигнет поставленных целей. Самый главный минус заключается, наверное, в том, что план нужно составить. Казалось бы, что сложного, каждый может его составить, однако, как показывает действительность, составление программной тренировки требует не только времени, но и знаний теории спорта, физиологии, биохимии, анатомии. И все мы должны понимать, что в спорте, то есть как раз этот слайд и называется «Искусство и наука», потому что в спорте нет идеального плана или формата. Вы постоянно, как тренер, будете учиться методам проб и ошибок и постоянно совершенствовать. И, конечно же, по итогу с опытом придет уже формула идеального плана, идеального цикла, и в дальнейшем вы будете его практиковать, план идеального цикла. И это цикличный такой процесс состоит из создания плана тренировки, проведения тренировки, оценивания эффективности этого плана, до этой тренировки и, конечно же, внесения корректировок и установления целей. То есть кто проходил у нас курсы Level 1, то мы, в принципе, об этом уже говорили, что из этого, в принципе, и состоит и тренировочный процесс, что постоянно идет вот этот цикличный процесс, благодаря которому вырабатывается вот та идеальная формула, идеального цикла или идеального плана. И давайте следующий слайд, это тоже цитата Бенджамина Франклина. Неспособность как следует подготовиться – это первый шаг на пути к провалу. То есть, чтобы спортсмены получили наилучшие впечатления от тренировок, да, тренер должен быть подготовлен. Планирование, конечно, требует времени и усилий, но разработка плана на тренировок дает много преимуществ. И вот сейчас хотелось бы поговорить, какие это преимущества. Спортсмены будут активнее вовлекаться, да, в тренировочный процесс. Навыки, которым обучают в надлежащей прогрессии, темп можно настроить так, чтобы обучение было максимальным, максимально эффективным. Максимальное использование пространства и оборудования, минимизация проблем с дисциплиной, повышение уверенности в себе, как в тренере. То есть, спортсмены будут продолжать активно участвовать, что приведет к обучению и получению удовольствия. Наверное, не удовольствия, а максимального эффекта, да, ну, и, конечно же, удовольствия от тренировочного процесса. Навыки будут обучаться в соответствующем порядке, то есть, вот о чем говорит прогрессия, да, чтобы максимизировать обучение и, конечно же, безопасность. Все мы знаем, что, кто слушал вебинары по безопасности, все знают, что нужно в правильной прогрессии давать нагрузку. Это всегда залог того, что снизится травматизм на тренировках. Темп обучения и кондиционирования будут отрегулированы, чтобы спортсмен не был перегружен или перетренирован. Будет улучшено использование пространства и оборудования за счет составления плана. Это должно помочь свести к минимуму проблемы с дисциплиной. Тренер увидит рост уверенности в управлении ситуациями и планировании будущих занятий. Учебно-педагогический процесс в секции по спортивной борьбе является довольно многогранным. Так, интересно, куда мое видео пропало. Я надеюсь, меня видите. И продолжительным. Так как современные спортивно-технические требования настолько велики, что спортсмену для достижения высоких результатов необходимы годы упорных целенаправленных тренировок. Этот процесс должен проходить постепенно и последовательно. И попытки его форсировать отрицательно сказываются на здоровье занимающихся и росте их мастерства. Полноценному решению этих задач способствует правильное планирование, предусматривающее формы планирования на этапах многолетней спортивной подготовки. То есть распределение учебного материала. Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в следующих формах. Это оперативное планирование, это отдельное тренировочное занятие, или же это микроцикл. Текущие это мезоциклы, макроциклы, может быть тренировочный год или сезон. Четырехлетний олимпийский цикл также можно распланировать. И перспективное планирование, это многолетнее планирование многолетних тренировок на протяжении всей спортивной карьеры борца. То есть 8-12, иногда и больше лет. Перспективное планирование, то есть самое вот это долгосрочное планирование предусматривает создание единой системы организационных и методических мероприятий на несколько лет с постоянным усложнением и повышением требований к занимающимся. Многолетнее планирование осуществляется как для группы борцов, так и для отдельных спортсменов. И должно иметь конечную цель и задачи, которые зависят от контингента занимающихся, имеющихся тренерских кадров, материальной базы и прочих условий. Многочисленные примеры показывают, что высших спортивных результатов отдельные спортсмены добиваются и в более раннем возрасте. Однако чрезмерно ускорять их подготовку не следует. Для борцов старших разрядов, более опытных, предусматривается индивидуальное перспективное планирование, где определяются задачи и средства спортивного совершенствования с учетом технической, тактической, волевой и физической подготовки. На основании перспективного индивидуального плана составляются годовые планы и планы подготовки к отдельным соревнованиям. Определяются задачи, средства, тренировочных циклов и каждого занятия. В индивидуальных планах предусматривается система мероприятий, обеспечивающих проверку результата учебно-тренировочной работы. Это контрольные нормативы, врачебные методы, самоконтроль и тому подобное. Планирование и педагогический контроль взаимосвязаны между собой. Перспективными планами для спортсменов младших разрядов и начинающих заниматься спортивной борьбой фактически являются учебные планы и программы, в которых на ряд лет определено содержание учебного процесса. То есть учебный план определяет основное направление и продолжительность учебной работы для того или иного контингента занимающихся. Он предусматривает последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, темы, занятия, объемы, часов по каждому разделу, длительность каждого занятия. Характеристика перспективного планирования состоит в том, что ценность его заключается в том, что оно позволяет повышать качество текущих решений и эффективность будущих. То есть перспективное планирование базируется на прогнозе будущего, то есть на тенденциях развития данного вида спорта, а также учета индивидуальной и социальной жизни спортсмена. Прогноз будущего можно получить при изучении следующего. Динамики результатов, результатов Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, национальных чемпионатов, уровней тренировочных нагрузок, новых методов, аппаратной техники, тренажеров, спортивных снарядов, снаряжения, применяемых в учебно-тренировочном процессе, индивидуальных характеристик организма и психических особенностей выдающихся спортсменам. При четырехлетном планировании Олимпийский цикл спортсмену по годам ставятся конкретные цели и задачи с учетом достижения наивысшей спортивной формы в период Олимпийских игр. И факторы, которые следует учитывать, это, конечно же, правила спорта при составлении, при планировании это правила спорта, уровень участников, количество участников, цель каждого мероприятия, тип активности, продолжительность практики, использование матового пространства, то есть учитывать пространство в вашем тренировочном зале, температуру и дополнительные меры безопасности. Исходными данными для составления многолетних перспективных планов являются оптимальный возраст, то есть это также надо учитывать, то есть тоже определенная прогрессия должна соблюдаться. Оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе характеристика спортсмена цели и задачи многолетней подготовки определяются спортивно-технические показатели по этапам, по годам, то есть планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных нагрузок, количество соревнований, отмечаются те стороны подготовленности спортсменов, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей. В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе, Количество и продолжительность соревнований зависят от структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов. Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы спортсменов, так и для одного или нескольких спортсменов. Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные направления подготовки всей группы. В ней должны найти отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена. Надеюсь, меня слышно. Соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки. Фактическое выполнение спортсменов разделов группового плана с учетом его индивидуальных особенностей. Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому воспроизведению нескольких уже опробованных планов с неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. Оперативное планирование предусматривает достижение заданных характеристик двигательных действий, реакций, функциональных систем организма при выполнении отдельных тренировочных упражнений и их комплексов. В соревновательных стартах, в схватках, в тренировочных схватках, в контрольных данный вид планирования связан с использованием показателей, составляющих арсенал средств оперативного контроля. Сопоставляем полученные данные с заданными, выработка на этой основе путей коррекции тренировочной и соревновательной деятельности. С этой целью оцениваются самые различные показатели, отражающие возможности организма спортсменов, их реакцию на нагрузки. Так, при развитии различных видов выносливости широко принято оперативное управление интенсивностью работы по показателям ЧСС и количества лактатов крови. При развитии различных видов силы, величина отягощений определяется путем оперативного контроля за максимальными силовыми проявлениями при выполнении различных упражнений. Планирование тренировочного занятия определяется его местом в микроцикле или мезоцикле, если и задачи которых определяют и конкретизируют цели тренировочного занятия. Важно, чтобы тренировки были разнообразными, интересными, четко продуманными. Показателен и поучителен опыт ведущих тренировок, у которых не бывает ни одной тренировки, похожей на предыдущие. Недельное планирование зависит от специфики вида спорта. Планирование каждого тренировочного дня предполагает двух-трехразовые занятия, направленность которых может быть следующей. Совершенствование техники и ловкости движений, совершенствование технико-тактической и физической подготовленности, совершенствование общей и специальной выносливости. Данный вид планирования связан с оптимизацией структуры тренировочного процесса в мезоциклах. Текущее планирование предусматривает разработку и реализацию таких сочетаний факторов тренировочного воздействия, соревновательных стартов, дней отдыха, средств направленного восстановления и стимуляции работоспособности, которые обеспечивали бы эффективные условия для полноценной адаптации организма спортсмена в нужном направлении. Проявление имеющихся возможностей в соревнованиях. В числе основных условий следует выделить обеспечение оптимального соотношения в тренировочном процессе занятий с различными по величине нагрузками, которые с одной стороны позволят в должной мере стимулировать адаптационные процессы, а с другой создают условия для полноценного протекания этих процессов. Рациональное соотношение в мезоциклах нагрузочных и восстановительных микроциклов как основы для эффективной адаптации. Оптимальное соотношение в микроциклах и мезоциклах работы различной преимущественной подготовленности, тренировочных и соревновательных нагрузок. Направленное управление работоспособностью восстановительными и адаптационными процессами путем комплексного применения педагогических и дополнительных средств физических, формаллокаических, психологических, климатических, материально-технических. Если количество соревнований увеличивается, соответственно изменяется планирование учебно-тренировочной работы. Подготовительный период сокращается во времени, но задачи его остаются прежними. Обращать на себя внимание изменения задач переходного периода. Если раньше это был период активного отдыха, то на современном этапе это период лечения, активного оздоровления в горах, на море, период различного рода детальных научных обследований, когда в очень небольшой степени снижаются физические нагрузки и существенно психологические. Многие тренеры организовывают переходной период в условиях санаторно-курортного лечения, одновременно решая цели оздоровительного сбора. Большие изменения произошли в предсоревновательном планировании. Внедряется так называемый метод маятника, суть которого состоит в том, что вводится чередование двух типов микроциклов, полярных по характеру, специализированных и контрастных. Реализация возможностей текущего планирования осуществляется двумя путями. Первый путь связан с применением стандартных блоков из серии тренировочных занятий, типовых моделей тренировочных дней, микро- и мизоциклов, сочетаний тренировочных программ, восстановительных и стимулирующих средств. В основе таких блоков моделей сочетаний научно обоснованные положения, отображающие закономерности развития, утомления и восстановления при выполнении работы различной направленности и продолжительности. Формирование адаптации к факторам воздействия, суммарного и кумулятивного воздействия на организм спортсмена тренировочных и соревновательных нагрузок. Такие типовые структурные элементы тренировочного процесса разработаны экспериментально, опробированы в практике подготовки спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта. Знание закономерности построения этих элементов, их сочетание и особенности воздействия на организм спортсмена позволяет тренеру достаточно эффективно управлять его состоянием, не прибегая к данным специального контроля. Второй же путь основывается на постоянном текущем контроле за работоспособностью спортсменов, развитием процесса утопления и восстановления, приспособлении к факторам тренировочного воздействия, возможностям основных функциональных систем и их реакциям на предельные стандартные нагрузки. Этот путь хотя и требует дополнительных знаний, специальной аппаратуры, привлечения специалистов, физиологов, биохимиков и прочего, позволяет точно оценивать текущее состояние спортсмена и в соответствии с этим планировать величину и направленность нагрузки занятий. Режим работы, отдыха в микроциклах, выбор наиболее эффективных средств тренировочного воздействия. Достижение наивысших результатов на этапах максимальной реализации индивидуальных возможностей спортсмена и обусловленной этой задачей максимальная интенсификация спортивной подготовки осуществляется на основе выполнения ряда методических положений к выбору оптимального варианта программирования тренировочного процесса. К ним относятся установки на реализацию текущего адаптационного резерва организма, предусматривающую организацию тренировочной нагрузки, исходя из закономерности адаптации организма к специализированной мышечной работе. Это предполагает выделение в рамках годичного цикла больших этапов определения их конкретных целевых задач и объективно необходимых для их решения содержания объема и организации тренировочной нагрузки. На сохранение тренирующего потенциала нагрузки, которая ориентирует на планомерное повышение силы и специфичности тренирующего воздействия на организм по мере повышения уровня специальной работоспособности. Практически это реализуется в форме сопряженно-последовательной системы организации нагрузок различной преимущественной направленности. На концентрированное использование объема специализированных однонаправленных нагрузок. На разведение во времени объемных нагрузок различной преимущественной направленности. На моделирование соревновательной деятельности. На единую многолетнюю систему подготовки, которая будет соответствовать возрастным возможностям и подготовке спортсменов к тем нагрузкам, которые они должны будут выдержать в течение 5-8 лет выступлений в спорте высших достижений. То есть без многолетней закладки фундамента функциональной подготовки не будет стабильно максимальных результатов на продолжение нескольких лет до всей спортивной карьеры. Метод моделирования соревновательной деятельности предусматривает интенсификацию режима работы организма в тренировке за счет максимального приближения его на определенных этапах годичного цикла к условиям характерным для соревнований. Такой прием оказывает на организм воздействие адекватное соревновательному и позволяет эффективно решать задачи роста специальной физической подготовленности для дальнейшего развития функциональных возможностей организма, а также технического, тактического и психологического совершенствования. Спортивное соревнование выступает в этом случае не только в качестве цели спортивной подготовки, но и как средство, тренирующее воздействие на спортсмена. То есть такой прием оказывает на организм воздействие адекватное соревновательному и позволяет эффективно решать задачи роста специальной физической подготовленности. Ну и как средство оно оказывает мощное тренирующее воздействие для данного спортсмена. В процессе соревновательной деятельности организм спортсмена достигает предельных уровней функционирования, которые подчас являются недоступными в условиях обычной тренировки. И расширение соревновательной практики осуществляется посредством увеличения общего количества соревнований в годичном цикле. Количество выступлений спортсменов в соревнованиях подготовительного периода, выделение двух или трех соревновательных периодов в году, включение в содержание макроциклов, тренировки этапов ранних и основных соревнований, использование серии стартов в качестве средства подготовки к основным соревнованиям. И для правильной работы, то есть перед началом планирования, вот такие даются рекомендации для правильного планирования. То есть тренер обязательно должен для себя завести дневник или блокнот, делать заметки, составить список упражнений, идеи для тренировок, технические действия, использовать такие ресурсы, как UW Academy, книги и каналы на YouTube. Если вы смотрели наши прошлые вебинары, то мы говорили о DataFish, о ресурсе UW Academy, где размещено очень много информации и также имеется даже электронная библиотека, где вы можете почерпнуть много полезной информации. И задайте себе вопрос, подходит ли это к вашей программе. И надежда это не стратегия, то есть стратегию нужно вырабатывать, нужно ее готовить, а не надеяться на успех, при этом оставаясь неподготовленным. На этом наш вебинар подошел к концу, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их, мы постараемся, я постараюсь сейчас вам на них дать ответы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 На этом попрощаемся. Всего доброго до следующих вебинаров, которые будут проводиться каждые две недели. Спасибо всем за внимание. До свидания. Спасибо.